Все равно достанем, мы вас все равно найдем и все равно все предстанут перед той участью, которая необходима. А точнее будут все убиты. Бог на самом деле справедлив. А эти злодеи, эти террористы, эти люди с суицидальными наклонностями будут уничтожены. С террористами как поступают? Их мочат в сортире. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать сил. Громкие лозунги, призывы к убийствам и истреблению целых народов, а также завоеванию земель. Что ни говори, у наших пропагандистов много общего с их печально известными пришественниками. И мы уже догадываемся о том, какое будущее их ждет. Например, сейчас Гаги судят Фелисиана Кабугу, основателя радио «Тысячи холмов», спонсора и вдохновителя геноцида народа Туцси в Руанде. В 2020 году тогда еще 87-летнего экс-бизнесмена арестовали во Франции, где он скрывался под вымышленным именем. Скрываться ему приходилось более 20 лет после того, как в 1997 году Кабугу заочно обвинили в геноциде. 16 октября 1946 года по приговору Международного военного трибунала были казнены главные деятели Третьего Рейха. Расследование преступлений нацистов у комиссии трех стран-победительниц – СССР, США и Великобритании – заняло почти год. Международный военный трибунал приговорил к смерти 12 человек, в том числе Германа Геринга, Яхима фон Риббентропа и Юлиуса Штрейхера, главного редактора антисемитской газеты «Дерштюрмер». Адвокат Штрейхера пытался построить защиту своего клиента на том, что его «Дерштюрмер» никто не воспринимал всерьез. А сам Штрейхер утверждал, что отдавал приказы о разрушении синагог из чисто архитектурных соображений. А его призывы искоренять еврейский народ поняли слишком буквально. Во время освидетельствования Штрейхер был признан вменяемым, хотя и одержимым навязчивой идеей. По словам психиатров, проводивших обследование, его фанатичный антисемитизм – продукт больной психики. Это обстоятельство не уберегло его от казни на виселице, во время которой он выкрикивал «нацистские приветствия». Штрейхер стал единственным из подсудимых, которого признали виновным исключительно за печатную пропаганду, а не за реальное участие в принятии решений о войне и геноциде. В 1994-м Фелисин Кабуга активно финансировал этнических экстремистов Хуту, которые в течение трех месяцев убили от 500 тысяч до 1 миллиона представителей меньшинства Туцци, а также своих политических оппонентов. Точных подсчетов о время резни не вели. Сам Кабуга не только покупал мачете, ставшее орудием убийств, но и призвал к казням через свое пропагандистское радио «Тысячи холмов». Ведущие и журналисты зачитывали в эфире имена и адреса врагов народа. Я расскажу вам про одну женщину по имени Жанна. Она работает учительницей шестого класса. Она учит детей ненавидеть нас. Вы же понимаете, что она угроза для общины. Вот посмотри на заслуженного учителя гражданку Эдельман. Что она несла в уши детям? Это просто, это преступно. Но ей же кто-то дал заслуженного учителя. И таких же очень много. Но судья Кабуга признал, что в его вещании была некоторая экстремистская риторика, но заявил, что на станции в основном транслировалась музыка. А еще он всегда пытался представить все точки зрения. Исследователи установили, что в зоне уверенного приема радиостанции убийств Туци было в разы больше, чем там, куда сигнал не доходил. Порой эта разница достигала до 70%. Интересно, что у российских пропагандистов свое мнение на этот счет. Russia Today в своей публикации на зарубежную аудиторию открыто обвиняет самих Туци в том, что они стали жертвами геноцида. И якобы те верили, что они богоизбранный народ, а значит, не зря поплатились. Очевидно, такой вывод делают миньоны Симоньян. Как и в любой монархии, элиты Туци верили, что они богоизбранный народ. Этакие африканские евреи, рожденные, чтобы править миллионами крестьян Хутту. И Туци. И российская пропаганда, ну я не знаю, ну там кроссовские танцующие на балконе в пижаме, это действительно какой-то чемпионат по омерзению. Какое-то, ну страшное совершенно, страшное ощущение отпуст все черти здесь. Я понимаю, что вот эти люди, они же понимают, что они творят. И это лишний раз напоминает, ну так вот, мое давнее определение фашизма. Фашизм это не идеологическое явление. И это не экономическое явление. Фашизм это физиология. Это то наслаждение, с которым человек позволяет себе явно, демонстративно нарушать все моральные законы, все божеские и человеческие, в том числе эстетические, в том числе законы хорошего вкуса. В отличие от Кабуги, российским пропагандистам вряд ли удастся долго прятаться отсюда в Европе. Большинство из них находятся под санкциями. Ликование от убийств мирных жителей, расчеловечивание и разжигание ненависти по национальному признаку – это преступление, за которым последует наказание. В Гааге или в Украине. У нас есть планы о том, чтобы тоже там серьезно заняться именно пропагандистами отдельно. Тем более, что там достаточно много доказательств, очень много людей, которые в этом задействованы. Это и Соловьев, и Сиваньян, и Красовский. То есть там есть люди, которые прямо призывали к уничтожению, к геноциду, совершали преступления против человечества. Я очень надеюсь, что в конце концов их-то так же коснется, и все они будут в конечном счете так же осуждены. Международный криминальный суд в Гааге или Гаагский трибунал может судить за военные преступления – убийства, изнасилования, мародерства и удары по мирным жителям. Этот суд может рассматривать и преступления агрессии, за которые можно привлечь высшее политическое руководство России. Но только если страна присоединилась к Римскому уставу. Россия эти соглашения не ратифицировала и вряд ли сделает это в ближайшее время. Но Украина уже инициировала создание отдельного международного трибунала. Предварительно его создание одобрили 11 стран. Суд сможет начать свою работу примерно через год. Если мы знаем четко, как мы посадим и привлечем к ответственности Путина и его окружение, то есть Совет безопасности России, мы движемся в этом направлении. У нас там куча уже решений международных, которые в нашу пользу. И это вопрос только на максимум двух лет, то есть от года до двух этот срок, для того чтобы вынести подозрение и ордер на арест. То по пропагандистам ситуация сложнее, я это признаю. Но их тоже не оставится никто в покое. Украинская, соответственно, их точно отсудит. И мы точно будем работать через Интерпол и через другие, чтобы их выдали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok